Здравствуйте! Сегодня мы обсудим повесть Олега Павлова «Казённая сказка» с учителем русского языка и литературы Деоуслой Ильиной Петровной. Давно мы уже не обсуждали ничего, с мая где-то прошлого года. Пора уже что-нибудь обсудить. Первый вопрос, который я хотел бы задать, связан с характеристикой прозы Павлова в целом. На что она похожа и что это вообще за проза? Я начну с того, что когда я прочитала первое произведение, даже первые строчки, первые строчки, первая страница его повести, у меня возникло множество ассоциаций. Во-первых, Гоголь Пушкин. Когда Гоголь написал «Свои вечера на хуторе и близдиканьке», помните, Пушкин сказал «Поздравляю читателей с истинно весёлой книгой». А я себя поздравила с истинно хорошей книгой современного писателя. Ну, потому что, честно говоря, уже не надеялась прочитать что-нибудь интересное, стоящее в современной литературе. Так вот, истинно хорошая книга, я бы так сказала, о повести Павлова «Казённая сказка». Это во-первых. Во-вторых, вот ещё какие ассоциации. Конечно, русская классическая литература, это явно чувствуется влияние отечественной классики. Вот и, мне кажется, влияние Куприна. В каком плане? Куприн в своё время написал, очень интересно, может быть, жёстко для того времени, о проблемах российской царской армии. А Павлов написал о проблемах советской армии. Может быть, о тех проблемах, которых в произведениях ни одного писателя мы прочесть не сможем. Может быть, это единственный писатель, который написал вот об этом в советской армии. И я хотела бы сейчас вспомнить Куприна. Я лично люблю правду, голую, бьющую по головам и, как говорится, по сусалам. Потому нахожу, что писатель должен изучить жизнь, не отворачиваясь ни от чего. Скверно ли пахнет, грязно ли, иди, наблюдай. Не пристанет оживых документов, зато не огребёшь лопатой. Вот это как раз об Алике Павловне тоже. Вот такая вот жёсткая правда, которая бьёт по сусалам, как сказал Куприн. Вот чем интересно его произведение, его повести и, собственно, в чём я нахожу. В чём я нахожу связь с русской классической литературой. Ну, о чём поговорим? О главном герое? Или ещё? Нет. А знаешь, вот я хотела бы начать ещё вот с чего. Вот эта жёсткая правда, она начинается уже с первых страниц повести и казённая сказка. И мы видим, в каких условиях служат солдаты. А, собственно говоря, зачем? Человека берут в армию. Вот при социализме. Я человек из Советского Союза. И мы всегда знали, что служить в армии – это почётный долг и обязанность каждого гражданина Советского Союза. Почётный долг и обязанность. Ни у кого вообще не возникало никаких сомнений, идти в армию или не идти. Конечно, идти. Если человек не был в армии, он был как-то, ну, я не скажу, что презираем, но вроде что-то с ним не то, что со здоровьем может быть не так или там ещё что-то такое. Нормальный здоровый мужчина, он должен быть в армии. Вот так это было принято. Ну, тогда мне, кстати, тоже посчастливилось четыре года видеть, так сказать, армейскую жизнь изнутри. Посчастливилось. Ну, я, может быть, с уронью говорю. Ну, тем не менее, ну, не знаю, у меня много было хороших воспоминаний, связанных с этим временем, потому что была в молодости от 22 до 26 лет. Так вот, в армейских казармах и в штабе, там, в клубе можно было видеть такие лозунги. «Армия – школа мужества и патриотизма», «Народ и армии едины», «Защита Родины – священный долг», «Береги отчизну, солдат», «Слава советским вооружённым силам». Ну, насколько эти лозунги соответствовали действительности? Ну, наверное, в элитных частях где-то, может быть, соответствовали. То, что мы видим в отдалённом степном гарнизоне, даже не гарнизоне, там отдельная рота солдат, которая должна была охранять тюрьму, то лозунги эти выглядели не просто оторванными от жизни, да, которые не имели совершенно никакой связи с реальностью, но как-то кощунственно даже, насмешкой какой-то, да. Ну, там, кстати, этих лозунгов нет. Вот, ну, я сама просто думаю, ну, вот политрук, который приехал, молодой политрук, который приехал служить сюда, в эту роту, там, занятия проводил, он с солдатами говорил на высоких материях, да, как положено политруку, вот эти лозунги развесил. Я думаю, что эти? Павлов там, собственно, не цитирует эти лозунги. Ну, а какие ещё? Наверное, такие или похожие на эти лозунги. И как это раздражало капитана Хабарова? Потому что он был человек практический, человек дела. Пустая болтовня, я его совершенно не интересовала, он прекрасно понимал, что лозунги здесь совершенно ни к чему, никак они никого не воспитывают и ни к чему не призывают. Почему? Потому что армия никакая не школа ни мужества и ни патриотизма. Разве может быть патриотизм там, где солдат, ну, держат в таких же условиях, как и заключённых? Ведь там, в этих степях карагандинских, мне кажется, кто там отбывал наказание? Матёрые преступники, какие-нибудь убийцы, ну, я не знаю, совершившие тяжкие преступления. Вот они там в таких тяжёлых были условиях, вдали вообще от жизни нормальной. Но солдаты, которых охраняют, они живут точно в таких же условиях. И так же разговаривают. И ужас. Для меня это было действительно открытие, что даже вши перебегали от заключённых к солдатам, и с ними совершенно невозможно было бороться. Солдаты спали на нарах, так же, как заключённые. Не было совершенно никакой духовной жизни. Там не было библиотеки. Там не было телевидения. Ну, ладно, телевидения не было. У нас тоже не было телевидения, там волна не доходила. Но у нас была библиотека, у нас были газеты. Там я выписывала литературную газету, я выписывала журналов много. Самый лучший литературный журнал выписывала. Мы читали и говорили об этом всё. Мы купали книги. Там были прекрасные книжные магазины, допустим, в городе Гурьеве и посёлке Макат. А здесь ничего нет. Газеты привозили как-то времён очаковских и покорение Крыма. Как картошку. Газеты заводили как картошку раз в месяц. Ну, люди же жадностью на это набрасывались, читали, обсуждали, даже дрались. Вот, если мнения там у них не сходились по этому поводу. Вот такую очень жёсткую картину жизни солдат, проходящих службы во внутренних войсках, рисует Олег Павлов. И, ну, какие ещё ассоциации возникают, когда читаешь эти страницы? Какие мысли возникают о том, что, наверное, вот почему, кто допустил вот это, да, вот это вот безобразие? И это отдельная рота, которая, так сказать, входила в состав полка. Большого полка, который располагался в Караганде. Очень интересный там образ полкового командира. Победов. Ну, говорящая такая фамилия, тоже, наверное, традиция русской классической литературы, да, говорящая фамилии. Человек, который... Болоной же такой. Старенький, которому давно-давно пора на пенсию, который никуда не выезжал, ничего он не контролировал, ни за чем не смотрел. Но он жил в полной уверенности, что всё и так хорошо, всё замечательно. Причём он искренне считал, что в его полку всё хорошо. Такой символ номенклатуры, да? Да. Кажется, ну, должен быть молодой, энергичный, который должен во всё вмешиваться, во всё вникать. Но там был вот этот пожилой человек, который ни во что не вникал, и, ну, вот так вот всё было у него в полку. Но, когда случилась вот эта история с этой картошкой, да, которую посадил капитан Хабаров, который так безжалостно уничтожил этот особист Скрипицин, приезжает разбираться молодой генерал. И там Скрипицин пытается предоставить ему папку с компроматом, чтобы он там в чём-то разобрался. Этот молодой, энергичный, не хочет разбираться ни с чём. Он просто уехал, ни в чём не раздобравшись. Вот это одна из причин, вероятно, одна из причин того, что Советский Союз рухнул. Вот этих выводов, конечно, не делает Олег Павлов, но он констатирует эти факты. Эти выводы делает читатель. Без дидактики всё, да? Без дидактики, да. Ну, вот у Хабарова одного из главных героев есть литературный предшественник? Конечно, конечно. Вот первое, кого я вспомнила, это Максим Максимович Лермонтова. Максим Максимович хороший человек, добрый, но, как скажет по дому о нём, и Печорин. Впрочем, Максим Максимович не был склонен к метафизическим премиям. К таким же метафизическим премиям не был склонен и Хабаров. Он не был ни образован, ни умён, так можно сказать. Он вышел, так сказать, из солдатской среды, из простонародья. Но что в нём было? Он был отец-командир. Он честно служил, он выполнял свой долг. Для солдат действительно был отец-командир, потому что он о них заботился, он распределял продукты так, чтобы им хватало. И вот он решил посадить картошку, вырастить хорошую картошку, всех досыта накормить, с жареной картошкой. Это ужас какой-то. Я сначала, когда читала эти первые страницы, я думала, может быть, какие-то первые послевоенные годы. Потом, когда там прозвучало имя Андропова, думаю, ну надо же, это ведь было уже, в 80-е годы. В общем-то, последняя стадия, достаточно благополучная лично для меня, была благополучная стадия социализма. Я тогда хорошо жилась. Вот, оказывается, вот так всё было на этих окраинах Советского Союза. Вот так люди служили. Капитан Хабаров, да, вот такой вот Максим Максимович. Но Максим Максимович, наверное, служил в более комфортных условиях. Помните, как чеченцы пригоняли ему баранов? Он платил. Баранов ведь он для себя покупал. Он корнял солдат. А вот капитану Хабарову баранов никто не пригонял. Хотя могли бы, наверное, казахи тоже пригнать баранов. Но платить-то ему нечем было, денег-то ему никто не давал. Вот так. И были вынуждены солдаты питаться этой жуткой какой-то кашей. Как её называли солдаты? Кирзуха. Или Шрапнель, по-моему, как её называли. Эту перловую кашу. Вот. И этой гнилой картошкой. Это ужасно. Ну, а вот ещё один персонаж, который добавляет какого-то объёма повести, скрипится. Он тоже, в общем-то, один из главных героев. Знаешь, я думала об этом. Думала, во-первых, зачем был создан в армии этот особый отдел? Ну, зачем он нужен? Ну, наверное, выявлять неблагонадёжных. А зачем выявлять неблагонадёжных? Ну, наверное, как-то, что система чувствовала себя неуверенно в коммунистической идеологии. Так получается. И получается так, что этими особистами были далеко не самые лучшие люди. Вот политработник был замечательный человек. Он действительно был искренним. Да, вот в том, как он в беседах с солдатами. Вот вообще в жизни, в службе. И поэтому он вот этого несоответствия жизни и его идеала он не выдержал. Он просто застрелился. Но скрипится тоже меняется. А скрипится он вообще чувствует себя комфортно. Вот почему? Он относится к тем людям, которым нравится чувствовать свою власть над другими. Он же меняется. Он не абсолютно нетрецептный персонаж. Он хабару проникает в сочувствие. Но в этом может быть тоже заслуга Олега Павлова. Почему? Потому что если он же показал какого-то законченного негодяя с одной какой-то чертой и всё, то это было бы неправильно. Знаешь, как кто-то сказал. Иногда и добродетели стучатся в их сердца. Да. Вот поэтому... А, это, по-моему, Булгакова, да? Мастер Маргарита. Иногда ведь добродетели стучатся в их сердца. Ну, то же самое, наверное, со скрипицем. Но, честно говоря, видишь, я вот это даже не запомнила. Почему? Потому что для меня это совершенно отвратительный тип. Хабаров когда лежит уже, он, так сказать, ничего не ест, там, лежит просто на кровати, так сказать, и уже думаешь, что он сошёл с ума. Скрипицем приезжает к его постели и там какое-то время пытается его уговорить, чтобы он вернулся к жизни. Ну, ведь, вот кто его до этого довёл? Этот скрипицем. Ну, он же сам довёл. Он довёл. Он чувство вины в нём просыпается. Ну, да. То есть, он не такой прям отрицательный персонаж. Он, в общем-то, тоже несёт какую-то нагрузку, тоже нужен для чего-то. Потому что во многих главах повести Хабаров вообще не фигурирует. Хотя он главный герой, но он не фигурирует. Ну, хорошо, ты как считаешь, зачем там нужен скрипицем? Какой-то такой двойник, мне кажется. В традициях русской литературы такой двойник Хабара. И похожий, не похожий, антипод и не антипод, как в преступлении и наказании. Вот эти вот лужины, зачем нужны все эти лужины, Лебезятникова, Свидригайлова? Чтобы оттенить и добавить полтообъём на фигури Хабарову. Чтобы они воспринимались вместе, как один человек, условно говоря, такой. Да? Да, ну, надо же. Никогда об этом не думала, честно говоря. Ну, да, в армии же были особые отделы, были эти особисты, которые как-то искали людей, осведомителей, которые будут им доносить, что будут говорить другие солдаты. Зачем это? Что-то идеология чувствовала себя неуверенно. А ещё вот другой какой-то генерал, который вместо Победова был какое-то время, помните, он тоже, в общем-то, двойник такой, забыл такой неуверенный, который, в общем-то, тоже хороший человек, которому скрипиться всё хотел, чтобы он стал полковником вместо Победова. Забыл его фамилию просто, которую даже в кое-то время заменил. Он тоже, в общем-то, такой двойник Победова. Там, в общем-то, такие традиции русской литературы, именно в плане вот эти вот антиплоды, двойники. Там она не такая простая, кажется, внешне реалистическая. На самом деле она, в общем-то, такая непросто сделанная гроза. Да, ну и, знаешь, мне Салатаков Щедрин очень так тоже вспоминает вот эти волотяпы в истории одного города. Вот что это? Почему так жизнь людей организована в армии? Это же внутренние войска. Ведь они охраняют преступников. Они нашу жизнь делают спокойнее и безопаснее. А они живут вот в таких условиях. Ну, что ж, головотяпство, равнодушие, эгоизм. Вот что это по отношению к людям. Не зря, наверное, потом. Помните, когда случились вот эти события с генералом, министр обороны был, как его? Я забыла, я не помню. Ну, они там проворовались здорово с этой, там женщина еще была какая-то. Видите, мы даже фамилию забыли. Ну, которая вот дочка прежняя была, да? Да не дочка прежняя, не та нет, вот уже сейчас. А, сейчас, а, сейчас. Да, как Сердюков, когда они звали зеленые человечки офицеров. Вот это, это что? Вот зеленые, вот это, вот корни все этого лежали там, вот там еще, вот там, в Советском Союзе. Такое презрение к людям. Да, еще, наверное, еще в поединке. Да, вот почему, так вот презрение к людям. Мы все глядим в Наполеона, да? Без многих, без многих тварей миллионы. Двуногих-то, тварей для нас орудие одно. Двуногих тварей миллионов, для нас орудие одно. Вот, пожалуйста, вот они. Вот множество ассоциаций возникает, когда читаешь Олега Павловича. А может, все-таки вывод, можно извините, такой морально-этический, с этой повести? В заключении. А вот такая жизнь, тяжелая в плане материального существования, бездуховная жизнь, она разрушает людей. Она, и тут надо быть очень сильным духом. Слава Богу, служили тогда по два года. Я представлю, какими люди уезжали из армии. Об этом, кстати, не пишет Олег Павлов. Но я думаю, что и так все понятно. Если человек спит на нарах, если вся его жизнь в течение двух лет – это сплошное выживание, это его разрушает как личность. Я думаю, никакого патриотизма, конечно же, воспитать не может. Я думаю, вот это еще в финале, вот это письмецок, вознаглавное письмецок Хабарова, там такие содержат критику какую-то, вот такой вывод своеобразный. Когда уже после развития всего сюжета, когда нам рассказывают об этом письме, которое он написал, так оно и осталось, потом затерялось, потом его опубликовали, был какой-то такой скандал. В общем-то, это такой вывод. Для тех, кто еще будет читать, это может быть такой вывод. Ну, потом, не знаешь, еще запомнился там какой эпизод, когда Хабаров, ну, как истинный офицер, он все-таки решил идти искать справедливости командиру полка. Он там все выстирал, выгладил, как подобает офицеру, подстригся, выбрился, пошел в парикмахерскую, даже там одеколонами его сбрызнули, сапоги начистил. Именно в такой виде он должен явиться командиру полка. Павлов не говорит о том, какой там диалог произошел, но следующий кадр, вот это как в кино, вот он туда вошел, а следующий кадр, он оттуда его вытаскивает, его вытаскивают, его выгоняют, выталкивают. Он вырывался, там кричал какие-то грубые слова, потеряв, наверное, всякое самообладание. Почему? А потому что его там не поняли, никто не стал с ним разговаривать, никто не стал с этим разбираться. Мощная такая ситуация, когда фигура умолчания вся прячется. То есть мы не знаем, что там произошло, можем только догадываться. Можем догадываться только, да. И после этого, в общем-то, видите, жизнь Хабарова заканчивается так, что он до конца идет, ну вот как отец командир. Для того, что помнишь, для того, чтобы солдаты, которые чуть ли не бунт подняли, когда им не выдавали желание, вот для того, чтобы спасти солдат, потому что их могли потом вообще под суд отдать, он сказал, я пойду получать деньги, да. А был буран, ведь там карагандинские степи, там жуткие бураны еще в тех краях, ну, это было в Оренбургской губернии, когда в капитанской дочке буран описывает Пушкин. Вот такие в тех краях бураны, да. И вот он погибает, он просто погиб, он, наверное, по кругу ходил, и его нашли весной, около... Воня, вообще, какое-то время забыли, что он пропал, куда-то ушел, говорили, куда-то должно быть. Ну, его пытались искать, но, по-моему, не нашли. Но не сразу, кстати, сразу поискали. Ну, дошел, наверное, ушел, ушел. И вот его нашли. А потом, помнишь, ужасно совершенно, как его в какой-то бочке катили для того, чтобы... В этом, кстати, вот момент, мне кажется, вот нельзя ли называть сказенная сказка. То есть вот эти вот моменты какой-то сказочности, вот присутствуют в какой-то такой жуткой сказке. Когда его катят, помните, вот как вот сказка о царе Салтане, когда их в бочку закатили и бросили в море, так же его в бочку. То есть вот какие-то моменты вот именно из такой сказочной, такой традиции. Конечно, жуткие, совершенно жуткие страницы. Вот так кончается жизнь честных людей. Я не знаю, у нас в России, что ли, может быть, во всем мире, это судьба честного человека, который до конца исполняет свой долг. Но при этом такого какого-то сильно мрачного впечатления это всё равно не оставляет. Да, да. В этом заслуга тоже Олега Павлова, потому что он пишет об этом очень... Очень, ну как бы сказать, такое точное слово подобрать. Без надрога, я бы сказала. Вот. Скупо, точно констатируя факты. Вот, кстати, с первой страницы я тебе тогда ещё говорила, мне очень... Я увидела связь с Платоновым, даже в плане стилистики. В одном потом, это уже, по-моему, там следующие его повести, будет даже выражение, которое он депрямо цитирует Платонова. Платонова некуда было жить. Из Котлова. Вот мы и поговорили об этой повести, которую, надеюсь, вы прочитаете, если вы ещё и не читали. Вообще, кстати, творчество из-за замечательного писателя, который, к сожалению, ушёл от нас в прошлом году. Надеюсь, что книги будут читать, и он станет известен. Может быть, во многом благодаря каким-то ситуациям, каким-то эфирам, каким-то блогам, которые будут о нём вести. Но, к сожалению, сейчас очень мало выпусков о нём, очень мало обзоров, связанных с его прозой. Надеюсь, вы будете его читать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok